всем здравствуйте дамы и господа сегодня мы с вами немножечко пройдемся по ценам светофора именно только колбасный отдел цены эти на 2 июня как бы два дня назад и это все снимал просто ходил фотографировал так как там немножечко видео качество было бы не очень я как-то ожидал узнаете что поднятие цен светофор не очень сильно прям зацепит но оказывается я был далеко не про то есть в светофоре цены тоже на колбасные изделия очень-очень сильно взлетели скажем они конечно все равно остаются немножечко дешевле чем в других магазинах другие разные колбасы вот но по цене уже как бы знаете кусается кусается то есть как бы я например вот выскажу свою личную там точку зрения например если до этого там несколько месяцев назад можно было взять до колбасу например за 700 тенге палочка там 800 тенге палочка то есть ну знаете 700 800 тенге иногда можно было ее покушать то есть как бы почему бы нет в принципе если она именно понимаете суть за 800 тенге иногда можно ее покушать вот но сейчас же это колбаса которая стоила тогда 800 тенге там она сейчас стоит уже полторы тысячи но за полторы тысячи как мне говорит мой мозг и мое личное мышление она уже того просто не стоит она уже не стоит конечно полторы тысячи просто-напросто также там вот вот селедка была да например она стоила 824 тенге я ее брал как бы много раз кушал вкусная селедка на мне на 824 тенге на мне очень нравилось вот честно то что она со специями там так далее и тому подобное но сейчас она стоит тысячу триста двадцать как бы ну вы знаете уже все уже нет смысла и как выбрать там одна там полторы ребёшки нарезаны как бы ну и как бы все на это то есть как бы ну я лично понимаете просто именно так сужу по цену то как бы вы поняли меня то есть на на 824 тенге там эта селедка она очень-очень была вкусная но на 1300 на уже не тянет вот если честно за такую баночку лично просто именно лично я сужу так также там сейчас поднялись и сыры в цене и вот эти вот сыры были в пачечках тоже вы знаете изначально не более-менее были еще куда не шло и это пачечка стоило 250 тенге вот как сейчас на фотографии вы видите на сейчас она стоит уже 548 и там внутри ну качество скажем продукта ну вообще то есть очень изменилось то есть она сейчас уже того ну сугубо грыж это мое личное мнение но уже не стоит как бы ну все равно конечно подешевле чем в других магазинах но лучше наверное все таки чуть-чуть добавить денег и уже купить более-менее вот она вот эта селедочка 1300 с копейками а вот 1394 даже я уже ошибся ну вот она того уже не стоит как бы вот этот 2 с копейками уже стоит она стоила тоже также под 1000 тенге вот этот баночка там две рыбинки был тоже неплохая в принципе но ну вот как то так вы знаете это очень печально что цены вот так вот растут неизбежно да и они очень сильно затронули светофор я спросил у работников светофора почему у вас вот так вот бегут цены ну как бы поднимаются ну как бы это логично везде подумают значит светофоре подниматься они мне ответили что так как вырос рубль и у нас естественно поднятие цены то есть все поставки у них идут с россии естественно светофор полностью зависит от рубля то есть если рубль еще будет расти цены светофоре тоже будут уже расти ну вот как-то так ну а на вопрос а если рубль упадет то как бы мне работники ну сказали что если рубль упадет то цены упадут ну как бы это вы знаете даже смешно такое помню раз не видели чтобы цены где-то еще падали но если рубль упадет по идее в светофоре упадут цены то есть ну по мере какого-то там убывания ну это конечно скорее всего уже что-то из разряда вы знаете сказок но почему бы нет возможно рубль будет конечно цена у него туда-сюда колебаться невозможно еще и но упадут немножечко немножечко цен вот идет сосиски как видите сейчас на фотографии даже пакетики надутые а это уже пошло брожение этих сосисок то есть я вот честно несколько раз нарывался на такое что я брал такие сосиски домой приносил они кислые то есть они уже начали бродить как бы это не прискорбно было хотя они такие довольно ничего там некоторые сосиски можно было еще взять вы знаете это опять же дело вкуса конечно каждого человека и там вот был всегда огромный выбор в принципе для каждого для себя каждый мог что-то подобрать более-менее по более-менее на какой-то доступной цене подешевле что-то себе на вкус кому-то нравилось там нравились сосиски там за 900 тенге кому-то за тысячу кому-то за 800 тенге кому-то за полторы тысячи то есть на вкус цвет как бы товарищ нет тут я немножечко высказал свое мнение к сожалению по то что потому что цены растут ну как бы всем до свидания дамы и господа